МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей православного мира. Информационное обозрение Седмица в студии. Марина Селенкова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Апостол любви. 9 октября. Православная церковь вспоминает представление апостола-евангелиста Иоанна Богослова, одного из 12 самых близких учеников Христа. В Одессе прошел форум монашествующих Одесской митрополии. Поучаствовать в обсуждениях насущных вопросов в монастыре приехали представители разных православных обителей. О чем говорили? Услышьте нас! Международный день глухих в Киеве проходила необычная акция. Всеукраинский день библиотек. Какие функции выполняют библиотеки в современном обществе и в чем их польза в эпоху интернета? Древний свиток. Израильским ученым с помощью 3D-сканирования удалось из пепла восстановить древний свиток с отрывками самой древней библейской ветхозаветной книги Левит. 9 октября Православная церковь вспоминает представление апостола-евангелиста Иоанна Богослова, одного из 12 самых близких учеников Христа. Согласно преданию, Иоанн Богослов – автор одного из канонических Евангелий, книги Откровения, Апокалипсис и трех апостольских посланий, которые вошли в Новый Завет. Он был спутником и очевидцем проповеди и крестных страданий Иисуса Христа. Его называют апостолом любви и любимым учеником Спасителя. Он единственный из апостолов, который не был казнен, а умер своей смертью. Об Иоанне Богослове в нашем сюжете. Есть люди, с самого рождения одаренные особым складом души и ума. Их называют по-разному. Возвышенные натуры, мечтатели, поэты, не от мира сего. Как и все остальные, они ходят по земле и занимаются повседневными делами. Но при этом их душа витает где-то далеко, ближе к небу. Таким человеком был апостол и евангелист Иоанн Богослов. Его имя означает благодать. Его символ – орел. Именно он находился рядом со Спасителем в самой торжественной и самой печальной минуты его земной жизни. Апостол любви Иоанн Богослов. Его память православная церковь чтит 9 октября. Человек, мало знакомый с церковной традицией, впервые увидев фреску Леонардо да Винчи «Тайна вечери», может немного смутиться. На картине по правую руку от Христа изображена фигура с юным лицом и длинными волосами. У неискушенного зрителя почти всегда возникает чувство, что рядом с Христом сидит женщина. Но это не так. По преданию, на «Тайной вечере» были только 12 апостолов. И длинноволосый молодой человек – это никто иной, как Иоанн Завидеев, любимый ученик Христа. По преданию, святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был сыном Завидея и Соломии, дочери святого Иосифа Обручника от первого брака. Жили они в Евсаиде, небольшом рыбацком селении близ Галилейского озера. Каждую ночь Завидей сыновьями ловил рыбу, а утром продавал ее на местном рынке. Во время одного из таких занятий – починки сетей и сортировки улова – и застал Иисус братьев Иоанна и Иакова. Христос сказал им, «Следуйте за Мною, и Я сделаю вас ловцами душ человеческих». Молодые люди оставили все и пошли за Христом. Известно, что на момент евангельских событий Иоанн Завидеев едва достиг совершеннолетия. Именно поэтому художники часто изображают его с ангельским обличьем. Но за юной внешностью скрывался пытливый ум и пламенная вера. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов занимает особое место в ряду избранных учеников Христа Спасителя. Иоанн – почти ребенок, до конца принимал речи учителя, ведь его душа была, по сути, чистым листом бумаги, на которой Господь писал самые важные слова. Потом, когда отошли в вечность почти все, кто видел Господа во плоти, Иоанн Богослов, уже глубокий старец, повторит эти слова. Бог есть любовь, но это потом. А пока он ходит со Спасителем и жадно впитывает все, что видят его глаза и слышит его уши. За полкий нрав Господь прозвал сыновей Завидея сыновьями грома. Очень часто братья вместе с апостолом Петром становились свидетелями событий, которых не могли видеть другие апостолы. Например, воскрешение дочери Иаира, моление и преображение в Гефсиманском саду. Когда настало время страданий и смерти Иисуса, Иоанн неотлучно был рядом с учителем. Он остался верен ему даже в минуту предательства всеми остальными. Побоявшись мести законников Христа, покинули практически все его ученики, кроме Иоанна, Богородицы и нескольких женщин, которые мужественно следовали за Спасителем до самой Голгофы. Он шел за Иисусом по всему крестному пути, скорбя всем сердцем. Из всех апостолов об одном лишь Иоанне Богослове говорится, что он стоял у Креста Спасителя, не заботясь о собственной безопасности. Видя чистоту души и верность своего племянника, Господь поручает Иоанну заботу о самом дорогом человеке, Пресвятой Богородице, и усыновляет ей любимого ученика. По преданию, вплоть до момента успения Пресвятой Богородицы, он был ее верным и надежным спутником. Она же стала для него второй матерью, которую он нежно любил всем своим сердцем. Иоанн Богослов заботился о Богородице до самого ее успения, почти не выезжая из Иерусалима. Похоронив Пресвятую Богородицу, Иоанн отправился на проповедь, как и прочие апостолы. Местом его миссионерского труда стала Малая Азия, территория современной Турции. Там Иоанн проповедовал долгое время, и кто знает, как много людей еще ему удалось бы крестить, если бы не донос на него императору Домициану. Кесарь приказал умертвить Иоанна. Ему дали выпить чашу с ядом, но Иоанн Богослов остался невредим. Тогда апостолы отправили в ссылку на остров Патмос в Игейском море. Но заставить арестанта замолчать властям не удалось, и по пути им было совершено много чудес, которые почти всех спутников Иоанна подтолкнули к принятию святого крещения. На Патмосе Иоанн Богослов написал самые известные писания – Евангелие и Апокалипсис. Написаны они были под диктовку Прохором, неотлучным спутником Иоанна. По преданию, апостол почувствовал важность момента и приказал своему ученику записывать все, что он будет говорить. Всего диктовка заняла два дня и шесть часов. Именно столько понадобилось времени на создание Четвертого Евангелия. Примерно тогда же Господь сподобил апостола другого видения. После десятидневного поста и молитвы Иоанну открылись судьбы всего мира и знания о конечной участи человечества. Увиденное апостол записал в Откровение самой загадочной книге Нового Завета. Отбыв ссылку, апостол Иоанн вернулся в Эфес, где продолжил свои труды. Иконы и картины рисует Намана Богослова ветхим старцем. Именно таким он и был в конце своей жизни. Но во времена земной жизни Христа это был пылки юноша со светлой душой, стремительной и порывистой, но преданной верной делу Божию. Скончался он в городе Эфесе в начале II века в возрасте предположительно 105 лет. Обстоятельства смерти апостола Иоанна необычны и даже загадочны. По преданию, он попросил своих учеников закопать его живым. Однако через время выяснилось, что тела в могиле нет. Таким образом, Иоанн Богослов оставил нам еще одну великую тайну – тайну своей смерти. Пещера на Патмосе, где Иоанн Богослов получил откровение, сохранилась до наших дней. Рядом с ней был основан монастырь в честь апостола. Перед входом в пещеру написаны слова «Это место, производящее неизгладимое впечатление, есть Дом Божий и Врата Небесные». Среди многочисленных икон апостола Иоанна есть одна древняя. Она называется Иоанн Богослов-молчание. На ней апостол поднес палец губам, как будто призывает к тишине. Ведь о самых последних тайнах ангел, явившийся ему в откровении, велел ему молчать. Анна Регульская, Марина Балякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепр. В Одессе прошел съезд монашествующих Одесской митрополии. Такое мероприятие проходило там впервые и было приурочено Дню почитанию известного во всем православном мире старца, святого преподобного Кукши Одесского. В форуме приняли участие монашествующие не только Одесской епархии. Поучаствовать в дискуссиях и обсуждениях насущных вопросов в монастыре приехали представители православных обителей из разных уголков Украины. О чем говорили, знает Наталья Марчук. Первый съезд монашествующих в Южной столице проходил в стенах Одесской духовной семинарии не случайно. Эта духовная школа расположена на территории Одесского Свято-Успенского Патриаршего Мужского Монастыря, где в 60-х годах прошлого столетия подвязался известный во всем православном мире старец, святой преподобный Кукша Одесский. Участники форума вспоминали земной путь подвижника, исполненный горечью советских репрессий и ссылок, говорили о любви, которую источал святой угодник Божий на всех приходящих к нему за советом и молитвенной помощью. Кроме того, в ходе заседаний был зачитан ряд докладов, касающихся актуальных вопросов из жизни современных обителей. Данное мероприятие – это возможность людям выйти из монастыря, приехать в другой монастырь, приобщиться к святыням, пообщаться друг с другом, пообщаться с другими, пообщаться, возможно, со старцами. У кого-то есть духовники, которые здесь проживают. И поэтому, конечно же, самая главная цель – это сплоченность, чтобы все-таки иноки стояли на пути единства и единомыслия, чтобы образ жизни инока соответствовал идеалу христианина, образ сопричастности к Христу. Говорили и об опыте прошлых поколений монахов, и о том, как современные иноки могут использовать его на практике в своей жизни. Ключевой темой собрания стала тема значения и важности молитвы. Сегодняшняя встреча приобретает еще большее значение от того, что происходит в год празднования юбилея тысячелетия русского монашества на Афоне. Сегодня, как никогда, возрастает значение самого важного и самого значимого дара инокову миру – чистой и искренней молитвы, в свете которой приобретает свое гармоническое звучание и просветительское, миссионерское и социальное служение святых обителей. Поучаствовать в съезде монашествующих в Одессу прибыли и представители монастырей из других епархий Украины. Среди почетных гостей, в частности, высокопресвященнейший Арсений, митрополит Святогорский. Владыка рассказал о духовной жизни в Святогорской лавре, настоятелем которой он является. Поделился личным опытом общения со старцами и подчеркнул исключительную пользу для души чтения святоотеческого наследия. Сейчас очень много литературы издается. Если нету старцев, таких, с которыми воочию можно пообщаться, но есть же книги, есть святоотеческие писания сейчас. Ты почитай Иоанна Лесвичникова, уже с Иоанном Лесвичником поговорил. Ты почитай Серафима Саровского, Глинских старцев, уже с ними пообщался. И что-то полезное в твою душу вложится, в подсознание. И потом оно и тебе, и другим вокруг тебя, соответственно, пользу принесет. Монашествующие были единодушны в том, что в современных условиях нужно прикладывать максимум совместных усилий для того, чтобы обители могли развиваться, совершенствоваться. А смысл монашества оставался таким же, как и тысячу лет назад. Служение Богу и ближним. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса. Израильским ученым с помощью 3D-сканирования удалось из пепла восстановить древний свиток с отрывками самой древней библейской ветхозаветной книги «Левит». Обугленные письмена были найдены 45 лет тому назад на раскопках синагоги неподалеку от Мертвого моря. Но лишь недавно появилась техническая возможность приступить к их изучению. После сканирования копии были отправлены профессору из университета Кентукки Бренту Силзу. Он разработал программное обеспечение, позволяющее виртуально развернуть обугленный лист. Расшифровку у ученого ушел год. Всего удалось раскрыть 8 стихов книги «Левит». Возраст свитка составляет примерно полторы тысячи лет. Таким образом, он стал самым древним письменным памятником, содержащим ветхозаветный текст после свитков Мертвого моря. Далее в программе обзор новостей православных сайтов. С ним вас ознакомит Валерий Гриценко. Здравствуйте! Сегодня начать наш обзор мы хотим с острой темы. Сектанство в православии и православие в сектанстве. Ошибочно думать, что все православные по имени таковы и по духу, и что все сектанты действительно далеки от православия. Ведь в наше время можно встретить православного настоящего сектанта по духу своему. Фанатичного, без любви в сердце, строго судящего других с высоты своей мнимой правоты. И наоборот, среди иновероисповедных христиан есть множество живущих в истине православия. Можно ли не признавать этой реальности? Но здесь невольно возникает вопрос. Не есть ли эти мысли хотя бы в самой малой мере отказ от чистоты православной веры, от той чистоты, ради которой столько было пролито крови и ревности святыми отцами? Ответы ищите в публикации на сайте независимого интернет-журнала «Православие.ФМ». Что делать, если очень хочется, а нельзя? Путь христианина увид опасными тропами. Туда не иди, коня потеряешь, сюда пойдешь, останешься без оружия, там голову с плеч долой. Куда не пойди, везде потери. Вот и выбери тут правильную дорогу. Что делать? Жизнь подсказывает, варианты есть, только нужно искать подсказки. Как в детской игре «Казаки-разбойники», когда детвора выискивала нарисованные стрелки, указывающие путь движения. Голос совести, интуиция и, конечно же, книга книг, как основной путеводитель, заботливо нас предупреждают об опасностях на жизненном пути и подсказывают, какую дорогу лучше выбрать. Подробнее об этом пишет портал «Православная жизнь». 150 лет Герберту Уэллсу. Кто же он? Лжепророк или зеркало? 21 сентября исполнилось 150 лет знаменитому английскому писателю Герберту Уэллсу, которого наряду с Жюлем Верном принято считать родоначальником жанра научной фантастики. Но изначально фантастику воспринимали не столько как художественную литературу, сколько как билетризованную футурологию. Соответственно, и Уэллса считали специалистом по будущему. Справедливо ли это и как сейчас следует воспринимать его творчество? Два мнения, очень по-разному отвечающих на эти вопросы, вы найдете на сайте журнала «ФОМА в Украине». Что делать, когда кто-то покидает вашу церковь? Отвергаем ли мы тех, кто покидает нашу церковь, или остаемся в их жизни? Как мы должны к ним относиться? Имеем ли мы право быть категоричными? Что нужно, а что недопустимо делать в этом случае и почему? Читайте об этом на сайте христианского интернет-журнала «Мэмо». Осторожно, психолог! Проблема людей с душевным заболеванием в том, что они не понимают, что с ними происходит. При этом человек чувствует, что с ним что-то не то и начинает искать помощи. Для многих слово «психиатрия» остается пугающим, поэтому чаще всего идут к психологам. Весь ужас в том, что психологи чаще всего норму от патологии не отвечают. И при этом не отвечают за последствия своих консультаций. О современной психологии и легких тренингах стоит прочитать каждому на сайте «Фитнес для мозга». Постоять за себя. Девять правил, о которых надо рассказать ребенку. Как научить ребенка не дать себя в обиду и постоять за себя? Как вселить ему уверенность в своих действиях и мыслях? Клуб родительского мастерства «Воспитай» дает родителям несколько советов по этому поводу. Читайте и узнавайте больше полезной для себя информации. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю. В эфире «Седмиция» и выпуск продолжит такие темы. Услышьте нас! В Международный день глухих в Киеве проходила необычная акция. Всеукраинский день библиотек. Какие функции выполняют библиотеки в современном обществе, помимо предоставления книг и в чем их польза в эпоху интернета? В церкви выпустят видеословарь православной лексики для глухих. Зачем нужны библиотеки? Для того, чтобы развивать свою скорость чтения, развивать свой словарный запас и чтобы быть умнее. В этом уверены миллионы читателей. На прошедшей неделе в стране отмечали всеукраинский день библиотек. Праздник был утвержден указом президента Украины 14 мая 1998 года. На сегодняшний день в стране насчитывается примерно 40 тысяч книгохранилищ. Но в эпоху интернета, где можно найти любую информацию, их существование многими ставится под сомнение. Нужны ли они? В чем их польза в настоящее время? Ответить на этот вопрос постарались корреспонденты из города Покровск, побывав на празднике в одной из библиотек города. Благородной профессии библиотекаря принадлежит важное место в современном обществе, потому что он работает в сфере интеллектуальной культуры. Всеукраинский день библиотек – это праздник всех, кто причастен к такому благородному делу, как прививать любовь к книге. В читальном зале Центральной библиотеки имени Шевченко собрались все, для кого любовь к чтению стала смыслом жизни. Я вообще обожаю свою профессию. У меня стаж уже 30 лет. Конечно, сложная профессия. Каждому нужно подобрать ключик, каждому нужно уделить слово, внимание. Бытует мнение, что в эпоху интернета печатные издания отходят на второй план, уступая место электронным. Но это не совсем так. Библиотеки и по сей день продолжают оставаться не просто книгохранилищами. Здесь царит особая атмосфера мудрости и знаний. Именно здесь можно найти уникальные книги и издания. Поэтому сегодня все больше людей начали вновь брать в руки книги. Сейчас такая идет тенденция, они возвращаются. Почему? Потому что те же родители приводят своих детей, потому что они возле компьютера втирают зрение. Читать невозможно. Даже с электронной книгой читать очень сложно. Поэтому они возвращаются в наши библиотеки и приводят детей, и сами возвращаются и читают. И в день библиотекаря поздравить сотрудников этих культурных учреждений пришел мэр города Покровска Руслан Трибушкин. От имени Покровского городского совета он вручил сертификаты на выполнение книжного фонда городских книгохранилищ. Он отметил, что в этом году библиотеки имели возможность реализовать несколько интересных проектов. Во-первых, это библионяня, который уникальный на фоне области. Во-первых, это уникальный проект «Библионяня», который реализуется при поддержке городского совета. Также два международных проекта. Проект Международной организации миграции, который занимается проблемами переселенцев, а также Международной организации «Хеллпейдж», которая занимается проблемами людей преклонного возраста. Лучших представителей этой профессии наградили почетными грамотами от городской власти, отдела культуры и библиотечной системы. Приветствия звучали от сотрудников всех культурных учреждений города, сотрудников исторического музея, преподавателей музыкальных школ. Но наиболее ярким стало поздравление членов творческого объединения «Соцветия». Поздравляем с днем библиотек, дорогие друженицы наши. Пусть идут года, за веком век. Книга – это тот, чем мир украшен. Книга – это радость для души. Добрый друг, учитель, верный спутник. Пусть и впредь к сиянию вершин, мир она ведет глубинной сутью. Кроме грамот и дипломов, всем присутствующим незабываемый подарок сделали юные таланты и педагоги музыкальной школы. Оксана Гловацкая, Иван Михайлюк, город Покровск. В Международный день глухих в Киеве проходила необычная акция. Для людей с проблемами слуха в Украине и мире это очередная возможность показать всем, что они равны среди равных. Нарушение слуха в Украине имеют десятки тысяч людей. Несмотря на недостатки, они учатся, работают, жениться, рожают детей и достигают успеха. Услышьте нас! Именно так глухие киевляне обратились в этот день со сцены Мариинского парка ко всем присутствующим. О том, как реагировали окружающие на этот призыв, далее в сюжете. Впервые в этот день по улицам Киева сотни людей с недостатками слуха шли не в направлении украинского общества глухих, как в прошлые годы, а в Центральный парк столицы. Именно здесь всех ждала социально-культурная акция, которую проводила киевская организация УТОК, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам неслышащих людей. День глухих был установлен в 1958 году. Это не праздник, это повод обратить внимание общества на проблемы глухих людей. Да, это не праздник, но по лицам было видно приподнятое настроение. Все были рады встрече с друзьями и новым знакомством. Яркий концерт, игровая площадка, мастер-классы, презентация самых разнообразных проектов, в которых неслышащие нашли возможность реализовать себя. Слышащие и неслышащие, взрослые и дети. Каждый выбирал изюминку на свой вкус. Экзотичным мастер-классом была игра на африканских барабанах. У неслышащих детей ощущение вибрации вызвало множество эмоций. Этот мастер-класс был одним из подарков от киевской православной общины глухих. «Буду благати Бога, чтобы в майбутнему его допомога не кинчалася. Божьего благословения. Дякую». Вышел отец Григорий на сцену и начал так хорошо говорить на жестовом языке. Так приятно. Все глухие были очень довольны, что отец Григорий это умеет. Люди с недостатками слуха всегда удивляются, когда кто-то из слышащих учит язык жестов, и барьер при общении исчезает. «Я бы хотела, чтобы общество понимало, что отгородиться невозможно и неправильно, и уже нужно поворачиваться к этим людям лицом. Чтобы общаться с этими людьми, нужно знать жестовый язык. Без этого никак. Может быть, глухие стараются учить язык наш, слышащий, но оно не так у них просто. Нам легче выучить и сделать шаг к ним навстречу». На бытовом уровне люди с недостатками слуха ежедневно сталкиваются со множеством проблем. Но, несмотря на все неурядицы, чувствуют себя счастливыми и реализуют свой потенциал в различных областях. «Среди нас есть люди, которые просто другие, но они также живут, любят, учатся, работают. И надо, надо повернуться к ним лицом, открыть свою душу и помочь. Каждый на своем уровне может сделать это, чтобы они чувствовали себя полноценными членами нашего общества». Алексей Нашивочников – автор картин, представленных на выставке глухих художников в рамках акции «Услышьте нас». Кроме художественного искусства, Алексей увлекается фотографией, спортивным ориентированием, путешествиями с семьей и друзьями. Ценность Алексея для Киева сложно преувеличить, потому что каждый день все мы пользуемся плодами его труда, когда спускаемся в метро. Все новые станции Киевского метрополитена строятся и оформляются именно по проектам Алексея. «Здесь очень много людей собралось. Я хочу, чтобы обратили внимание на глухих людей. У нас есть своя культура, жестовый язык, свои интересы. Мы ничем не отличаемся от обычных людей. У нас есть определенные права. Мы можем быть полезны обществу. Мы можем работать в различных сферах наравне со слышащими людьми». Услышим мы их. Сможем ли сломать барьер в общении с глухими людьми и сделать шаг им навстречу? Захотим ли понять их? Зависит исключительно от каждого из нас. Екатерина Дятлова, Юрий Грязнов, город Киев. Синодальное дело по благотворительности совместно с обществом глухих выпустит видеословарь православной лексики для людей с нарушением слуха. Это будет первый систематизированный видеословарь церковных терминов жестового языка, который предназначен для священнослужителей, окормляющих глухих и православных переводчиков жестового языка. Кроме того, он будет полезен социальным работникам, а также глухим и слабослышащим прихожанам, которые хотели бы расширить свой лексический и словарный запас, более свободно общаться с людьми с нарушением слуха и речи. Видеословарь будет состоять из 165 слов. Поиск будет осуществляться как по алфавиту, так и по темам. Это общеупотребительные слова и выражения, церковные праздники, храм и утварь, церковная иерархия, таинства и обряды. Ожидается, что словарь выйдет в декабре этого года на диске тиражом тысячи экземпляров, а также будет доступен в электронном виде на сайте Координационного центра по работе с глухими и слепоглухими людьми Синодального отдела по благотворительности. Эта новость завершает сегодняшний выпуск. До встречи ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова